Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу вам об опасном грибковом заболевании малины, которое называется дидимела или пурпуровая пятнистость. Проникая в трещины на ветках и корнях малины, заболевание быстро поражает все вегетативные части растения. С наступлением тепла, перезимовавшие споры на коре малины и в опавших листьях начинают свою вредоносную деятельность. Заболевание можно увидеть уже летом, когда на молодых побегах появляются небольшие сизые пятна. Пятна постепенно увеличиваются в размерах и покрывают весь стебель. Затем поражаются листья. Они покрываются мелкими буро-белыми пятнышками, которые постепенно увеличиваются, охватывают всю поверхность листа. В итоге лист засыхает и опадает. Стебли малины начинают засыхать уже в период созревания ягод и в период цветения. Полноценного урожая с таких кустов мы получить уже не можем. Итак, какие же причины данного заболевания? В первую очередь, это некачественный, нездоровый посадочный материал. Ведь заболевание может быть поначалу незаметно неопытному садоводу. Мы садим больные растения у себя в саду и болезнь распространяется на весь малинник. Поэтому при покупке саженцев малины в первую очередь обратите на побеги. На них не должно быть никаких пятен. Побеги должны быть равномерно окрашены. Второй причиной являются загущенные посадки. Ведь они плохо продуваются ветром. Таким малинникам не хватает солнечного света. И это благоприятствует развитию заболевания. Еще одной причиной является посадка в неподходящем месте. Не стоит высаживать малину там, где близко залегают грунтовые воды. В затененных местах также малина будет болеть. На развитие болезни также может повлиять чрезмерное внесение азотных удобрений. Ведь при таком внесении побеги становятся рыхлыми, идет быстрый рост побегов и они неустойчивы к заболеванию. Лучше подкармливать малину калинофосфорными удобрениями. Данный вид удобрений укрепляет стебли малины, делает их более жесткими и прочными. Заболеванию не так просто справиться при внесении таких удобрений. Грибковая инфекция быстро распространяется и поражает все посадки малины. В итоге стебли становятся хрупкими, ломкими. Они преждевременно засыхают. Корневая система не может усваивать питательных веществ. И в итоге такой малинник уже через несколько лет может полностью погибнуть. Поэтому борьбу с заболеванием нужно проводить комплексно. В первую очередь в осенний период нужно вырезать все пораженные побеги. Можно определить заболевание, увидев почернение на побегах, отслоение коры. Такие побеги удаляются в первую очередь. Также не следует допускать загущение посадок. Нужно удалять все слабые побеги, делать посадки более продуваемые, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и освещенность солнцем. Еще очень необходимо проводить обработки. В первую очередь это медь, содержащая препараты. Первую обработку проводят, когда начинают выдвигаться молодые листья. Обрабатывают 1% бордоской жидкостью, либо другими медь, содержащими препаратами, такими как Абигапик, либо ХОМ. Не следует применять препараты системные в период плодоношения и доплодоношения, ведь они могут накапливаться в растении и в ягодах. Лучше использовать контактные препараты. Вторую обработку нужно проводить в фазе бутонизации, также используя медь, содержащие препараты. Третья обработка – после сбора урожая. Опять же это медь, содержащие препараты. Но в этот период уже можно применить не только их, но и системные препараты. Например, такие как препарат Скор. Сортов малины устойчивых к заболеванию не существует. Есть только более устойчивые сорта или менее устойчивые. В меньшей степени поражаются заболеванием сорта ремонтантной малины, ведь на зиму мы срезаем всю надземную часть, а значит не даем грибковому заболеванию перезимовать и распространиться на молодые растения. К сортам летнего срока созревания устойчивым к заболеванию относятся такие сорта, как брянская, спутница, джулия и многие другие. Их лучше высаживать на участках, где данное заболевание прогрессирует. Также следует отметить, что не стоит высаживать малину на прежнее место ранее, чем через 8-10 лет, ведь патоген очень долго сохраняется в почве и может переходить на высаженные растения в этом месте. Поэтому соблюдайте в обязательном порядке севооборот. Еще одним способом борьбы с заболеванием является полное удаление побегов летней малины. То есть удаляются все побеги так же, как и у ремонтантной малине. Если у вас посажено несколько рядов малины летнего срока созревания, то можно удалить один ряд малины полностью. За сезон вырастут новые, молодые и здоровые побеги и при соблюдении обработок вы не дадите заболеванию распространяться. Надеюсь, данная информация вам была полезна и вы сможете избавиться на своем участке от такого опасного заболевания малины. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.